Библейский портал экзегет.ру представляет Иову, говорит, как бы в третьем лице, вот он, нечестивец какой-то, абстрактный, но там только Иов подпадает под это описание. В мучениях, в страданиях его тело гложет, некая болезнь, первенец смерти, как Билдат ее называет. Вот он, нечестивец, наконец они все поняли, Иов говорит о Боге плохо. И, похоже, Иов понял, что вот дальнейшая конфронтация, она бесполезна, и он старается каким-то образом описать свое положение, чтобы им хоть жалко его, что ли, стало. Вот, развивая тему Билдата, как все плохо. Так отвечал Иов, доколе будете меня мучить, терзать своими словами? Вы меня уже десять раз оскорбили жестокости своей, не стыдясь. Вот вообще, пожалеете, у вас все хорошо, у меня все ужасно, и вы еще меня упрекаете. Если бы я и вправду заблуждался, заблуждение со мной бы и осталось. Видимо, смысл такой, что, ну, даже если я в чем-то неправ, ну, и что, я же не навязываю никому ничего. Вот люди, которые говорят от имени Бога, они очень любят навязывать свою точку зрения. А Иов говорит, это просто вот мой крик о боли, да? Ну, я заблуждаюсь, хорошо, но это мое заблуждение, чего вы-то так на дыбы встали. Если вправду надо мной вы превозноситесь и позором меня попрекаете, знаете, это Бог меня согнул, его сети меня опутали. Вот претензии действительно основные к Богу. И дальше он подробно опишет, как плохо ему и как, в общем, Господь это все с ним делает. Я кричу, убивают, но нет ответа. А помощи взываю, но нет защиты. Вот друзья могли бы хотя бы выслушать этот крик, как-то среагировать, но даже этого нет. Преградил он путь мне не пройти, мраком дорогу мою покрыл, почет с меня совлек, венец с головы моей сорвал. Ведь был же венец, все было хорошо. Терзает меня со всех сторон, я гибну. Надежду, как дерево, вырвал с корнем, то есть это не только сейчас все плохо, но и в дальнейшем будет так. Воспылал он на меня гневом, к врагам своим причислил. Надвигается его полчища на меня, пролагая себе дорогу, и шатер мой уже осаждают. Родных он от меня удалил, и знакомые меня сторонятся. Оставили меня те, кто был близок и знаком, забыли те, кого приютил в своем доме. Вот здесь Иов рассказывает об окружающих людях, которых вообще нету в книге, там жена только была упомянута. А здесь вот он в каком-то обществе. Наверное, просто повествование его опускает, это общество, потому что какие-то люди же рядом живут. Оставили меня те, кто был знаком и близок, забыли те, кого приютился. В своем доме служанки чужаком меня считают. Стал я для них посторонним. Зову слугу, а он не отвечает. Приходится его упрашивать. Страница моего дыхания жена собственным детям я опротивил. У него дети погибли. Какие собственные дети. Можно это понять, как такую риторическую фигуру. Я даже бы детям был противен. Вот от меня воняет, простите, что дети бы ко мне не захотели подойти. Жена уже не хочет. Может быть, это какая-то такая фигура речи, которую и человек бездетный может привести. Может быть, это вообще вот некоторая речь, которая возникла отдельно от этого сюжета. Что вот здесь много слоев в этой книге явно. Вот эта речь, она возникла еще, скажем, в тот момент, когда не сложилось полностью вот это предание Абвовы. И когда смерть его детей еще не стала частью этого сюжета. Ну, в любом случае, я всем противен. Да, это мало веселого. Даже мальчишки меня презирают. Стоит мне появиться, дразнят. Ну, вот почтенный патриарх своего семейства. А тут какие-то безродные пацанята, которые там на него пальцем показывают. Для восточного общества, конечно, это великий позор и несчастье. Стал я мерзок ближайшим друзьям. Те, кого любил, против меня обратились. Вот, в принципе, это указание скорее на друзей, которые пришли. И своими словами его только упрекают, раздражают и обвиняют. Остались от меня кожа да кости. Я впился зубами в собственное тело. Здесь еврейский текст совсем непонятен. Перевод по конъюнктуре. Но там что-то вот про зубы, про кожу. То есть, ну, возможно, это вот человек сам себя кусает от боли, от такой вот бессильной ярости на ситуацию. «Сжальтесь, сжальтесь надо мной, друзья, меня поразила рука Божья. Почему вы преследуете меня, как и Бог, гложите меня ненасытно? О, если бы записать мои слова, если бы начертать их в свитке, резцом железным по свинцу выбить и навеки высечь на камне». Ну, то есть, не просто зафиксировать мои слова, их записали в свитке, до сих пор читаем, но на камне, свинцом, то есть, самым прочным способом увековечить их. И вот здесь он просит о жалости, которую друзья ему совершенно не хотят оказать. Но и вот тут неожиданное заявление. «Я же знаю, что жив мой заступник, он последний, встанет над прахом». Вот заступник, который явно может быть только Богом, вновь и вновь его называют «посредник заступник», то есть, кто-то, кто может в этой ситуации помочь, это, конечно, не человек. «Даже когда спадет с меня кожа, лишаясь плоти, я увижу Бога». Здесь вот такое двусмысленное выражение, то ли он перед смертью сам увидит Бога, вот распадается уже его тело, он умирает и видит все-таки Бога, то ли он после смерти его надеется увидеть. Вот он умрет, плоти не будет, но Бога он увидит, и причем добавляет «я своими глазами его увижу, не кто-то другой, я сам, пусть даже остановится мое сердце». Вот очень важный для его момент его личный опыт. Ему очень важно самому с Богом выстроить свои отношения. Общие слова о Боге его не устраивают, ему важно его увидеть самому, даже если это будет последнее, что в его жизни случится. Есть ли здесь вариант «после смерти», я не уверен. Конечно, хочется так интерпретировать, но напрямую, по крайней мере, этого нет. Ну и последний упрек к друзьям. «А вы хотите меня преследовать? Меня же во всех бедах вините, так бойтесь меча, ибо я раскарается мечом. Вы узнаете, есть высший суд». Тоже перевод конца по конъюнктуре не очень понятно, но смысл ясен. «Вы меня обвиняете во всех грехах, которые только могут быть. Это неправда, и Бог вас за это накажет». Смысл вполне понятен. Ну вот, кажется, Иов все-таки из позиции обвинителя занял позицию жалобщика. Поможет ли это, поймут ли его друзья? В 20-й главе увидим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok